Коммунисты снова пикетируют. На сей раз они вышли к офису молодой гвардии на улицу Мархлевского. Красные считают, что нынешние молодогвардейцы недостойны носить имя славной антифашистской комсомольской организации. Кроме того, потомки, превсвоившие имя, оказались не самыми благодарными. К 70-летию памяти героев молодогвардейцев подготовились только коммунисты. Это они вспомнили о краснодонском подполье, предательстве и жестокой расправе. Смерть их ждала ужасная. Кого-то повесили, кого-то расстреляли. Многих 40 с лишним человек забросили в шахту, в пустую шахту, и там похоронили. И мы вспоминаем этих людей, вспоминаем их героические образы, как напоминание всем живущим. И нас возмущает нынешнее название молодой гвардии, которую молодые единороссы себе присвоили. Однако по юридическому адресу Мархлевского, 40, представителей молодой гвардии не было. Выяснилось, что собираются они по соседству с приемной председателем партии «Единая Россия». А потому коммунистам пришлось поменять место пикета. Эта же молодая гвардия «Единой России», она создана в популяризических целях, чтобы популяризировать «Единую Россию», их какие-то шаги, действия. На самом деле это чисто пиар, пиар-группа, пиар-компашка, других слов, на меня нет ее, которая появляется только на время выборов, бьет свои барабаны и прячется. Список с именами героев молодогвардейцев 40-х годов прошлого века коммунисты решили передать пока не героям, но тоже молодогвардейцам нашего времени. Однако самих ребят на месте не было. Доставить послание адресатам пообещал секретарь. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.